Приветствую вас на канале сад и огород универсальное удобрение зола и ее правильное использование в саду и огороде. Древесная зола является превосходным источником минералов. Кроме того, она помогает растениям бороться с вредителями и болезнями, содействует ускорению высаженной рассады, улучшает свойства кислой почвы. Благодаря сгоревшим остаткам почвенные микроорганизмы быстрее разлагают органику, снабжающую культуру необходимыми питательными веществами. Обо всем подробнее расскажу. Виды золы. Пепел бывает двух видов и только один из них полезен для использования на участке. Остатки после сжигания бытового мусора, сгоревшие лакированные доски, газеты, книги с химическими пропитками и красителями. Из-за большого содержания химических вредных веществ такой вид пепла в садоводстве не применяется. А вот сожженные остатки древесных пород, а также травы, веток и овощных очисток идеально подходят для использования. Полезные свойства золы. Древесная зола – лучшая натуральная подкормка для культурных растений. Кладезь химических элементов, содержащихся в ней, подтверждает этот факт. Магний, сера, кремний, фосфор, бор и многие другие жизненно важные компоненты удобрения в легкодоступной форме и идеальных пропорциях незаменимы для садовых культур. Список основных полезных свойств золы. Ускоряет обменные процессы, содействует обильному цветению, укрепляет иммунитет, улучшает однородность почвы, регулирует водный баланс. Как использовать древесный пепел? С помощью органа минерального удобрения – золы – в саду проводят корневые и подкормки. Удобряя пеплом культуру, важно ориентироваться на основные потребности каждого вида растений. Инструкция по использованию пепла на участке. Удобряют, если почва кислая. Осенью перекапывают вместе с удобрением огород. Вносят при посадке рассады и луковиц. Используют при подкормке взрослых растений. Корневую подпитку всегда совмещают с поливом. Настойку пепла употребляют как стимулятор роста. Для этого 4 столовые ложки золы растворяют в литре воды и настаивают 7 дней. Разбавляют водой в пропорции 1 к 3 и замачивают семена на сутки. Смесью пепла и мыла защищают растения от гусениц, тли, луковой и морковной мухи, плодожорки, пильщика и прочих вредителей. Опрыскивают культуры раствором, состоящим из 4 столовых ложек удобрения, 2 стаканов воды и половины натертого куска хозяйственного мыла, растворенного в 2 литрах теплой воды. Рассыпают подрастения, подвергшиеся нападению улиток и слизней. Эти вредители не могут передвигаться по пыльному покрытию. Золу не смешивают с органическими и аммиачными удобрениями. Элементы купируют друг друга и водорастворимыми фосфорными мешают усвоению фосфора. Для каких огородных и садовых культур лучше всего подходят сгоревшие остатки. Пепел идеально подходит для всех огородных культур, но наиболее уместно подпитывать им такие овощи, как картофель, томаты, сладкий перец и баклажан. Осенью удобрением посыпают и перекапывают участок, подготовленный для весенней посадки укропа и лука. Плодово-ягодные деревья и кустарники также любят подкормки из древесного пепла. Обычно деревья удобряют золой при посадке. Для этого требуется положить в каждую лунку около 1 килограмма вещества. Удобрения из древесной золы прекрасно подходят садовым цветам. Корневые подпитки особенно оценят розы, лилии, пионы, клематисы и гладиолусы. Под каждый куст требуется не более 10 грамм пепла, который обильно поливается водой. Когда зола не нужна. Пепел может быть вреден, если растения нуждаются в кислой почве. Грунт на участке содержит большое количество щелочи. В землю уже вносили навоз, мочевину, птичий помет или аммиачную селитру. Будьте внимательны и осторожны. Даже такое универсальное удобрение, как зола, может навредить растениям при неправильном применении. Ну а я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго! Пока!